Здравствуйте, меня зовут Смирнов Алексей. Я приветствую вас в Московском Доме Книги. Как всегда, расскажу вам о нескольких интересных, на мой взгляд, книг, которые будут интересны и вам, я надеюсь. Сегодня наша подборка посвящена книгам о чтении. Сейчас, наверное, в любом канале информации, будь то интернета или телевидение или какие-то печатные издания на бумаге, говорят о том, что читать необходимо, что читать нужно, что мы отвыкаем читать. Действительно, такая проблема существует и не первый год, не первое даже десятилетие, когда есть замещение более простыми источниками информации, чем книга нашего внимания, нашего времени, которого у нас, к сожалению, из-за работы, учебы, чего-то еще, как правило, становится все меньше и меньше с каждым днем. Тем не менее, чтение это важная составляющая нашего существования как человека. Наша культурная среда состоит во многом из чтения, из того, что мы получаем с печатных страниц, возможно, и не только, как мы формируем наш кругозор, насколько мы формируем нашу внутреннюю составляющую культурную. И сейчас, как и многим ранее, в принципе, не существовавшим проблемам вокруг нас, появляются как раз книги о чтении. Значит, есть проблема, значит, необходимо об этой проблеме говорить и проблема актуальная. И как раз вот об этом я сейчас расскажу. Начну я вот с такого путеводителя по книгам для тех, кто, может быть, только начинает читать и пытается найти ту самую свою нужную книгу, то самый свой жанр в литературе, который ему интересен. Как раз, на мой взгляд, вот такая книга, которая называется «Буклавр» на английском языке, это звучит как «любитель книг», наверное, будет правильно, да, ну, некий такой книгофил, как бы назвали, скорее всего, это на русском языке, да, используя, тем не менее, не русские составляющие в этом слове. То есть, как раз я рекомендую это пособие, этот путеводитель, как некий вектор, определенный в литературе, то есть, ваш путеводный, скажем, какой-то друг, ваша настольная книга, которая поможет разобраться в жанрах и направлениях в литературе. Какие бывают обложки, какие авторы считаются классическими, какие считаются современными, какие издания культовые на сегодняшний день пользуются наибольшим спросом у читателей, у покупателей. То есть, как раз эта книга об этом. Книга не сложна по содержанию и структуре. Здесь как раз много инфографики, такой модной на сегодняшний день, которая позволяет вам легче, скажем, сориентироваться в таком многообразном мире книг. Он действительно очень большой, за столько столетий человечество создало массу произведений художественных и нехудожественных, прикладных, технических, любых других, учебных, образовательных. И в этом мире, конечно, надо разбираться и пытаться сориентироваться. В этом и поможет вам вот этот замечательный фолиант, на мой взгляд, так я его назову, буклавр. Чтобы вам проще было работать с этой книгой, издатели поспешили издать вот такой вот читательский творческий дневник тоже, который называется также буклавр, в котором вы можете все свои достижения по чтению каким-то образом фиксировать, отмечать свои достижения, говорить о том, что, возможно, вам книга не понравилась. Такое тоже может быть, потому что это наш собственный личный субъективный взгляд, который обязан быть, он не должен отсутствовать, он должен быть. И вы тогда получаете ту точку зрения, которая делает вас уникальным в том, что вы прочли. И делает вас, наверное, таким вот думающим читателем, а не тем, кто прочитал, потому что это модно. Читайте то, что вы для себя считаете интересным. Буклавр как путеводитель и творческий дневник, буклавр как ваш инструмент, которым вы будете пользоваться при прочтении самых разных книг. Мы не были рождены, чтобы читать. Люди изобрели чтение всего несколько тысячелетий назад. Но с этим изобретением мы преобразовали саму организацию своего мозга, что, в свою очередь, расширило возможности нашего мышления. А это изменило интеллектуальную эволюцию человеческого вида. Чтение — одно из немногих самых замечательных изобретений в истории. Одним из его следствий стала способность фиксировать историю. Это изобретение наших предков могло возникнуть только благодаря выдающейся способности мозга устанавливать новые связи между уже существующими структурами. Процесса, который стал возможным в силу того, что мозг способен формироваться посредством опыта. Пластичность, лежащая в основе устройства мозга, создает основу того, кто мы есть и кем мы можем стать. Умеющий читать мозг — это часть весьма успешной двусторонней динамики. Читать можно научиться только благодаря пластическому устройству мозга. А когда человек начинает читать, его мозг меняется постоянно — как физиологически, так и интеллектуально. Например, на нейронном уровне человека, который учится читать на китайском языке, использует совершенно определенный набор нейронных связей. И эти связи значительно отличаются от тех, которые использует человек, читающий по-английски. Сначала, когда читатели и китайцы начинают читать по-английски, их мозг пытается использовать нейронные связи, свойственные китайскому языку. Сам процесс научения чтению по-китайски буквально сформировал китайский читающий мозг. Подобным образом многое из того, как и о чем мы думаем, основано на новых знаниях и ассоциациях, возникающих под влиянием того, что мы читаем. Джозеф Эпштейн сформулировал это так. Биография любого образованного человека должна включать очень подробное описание, что он прочитал и когда, поскольку в каком-то смысле мы есть то, что мы читаем. Все-таки чтение — это то, что отличает человека от животного мира. Музыка и слово — это два ресурса, наверное, два направления, два движения, которые отличают нас от окружающего мира нечеловека, нечеловеческого. Мы развиваемся с давних времен благодаря тому, что развиваем свою речь и развиваем свои музыкальные способности. Вот как раз об этом книга замечательного нейропсихолога Марианы Вульф, которая называется «Достаточно сложно. Пруст и кальмар». Пруст — это такой французский романист XIX века, который прекрасно владел словом и переведен прекрасно на русский язык не одним переводчиком. Кальмар — это то существо, которое нам хорошо знакомо как житель подводного мира. И мы знаем даже истории, когда кальмары пытались, точнее, наверное, люди пытались при помощи кальмара определять судьбу, например, футбольных матчей. То есть такое было, например, насколько мне известно, на чемпионате Европы в 2008 году, когда как раз кальмар пытался угадать, кто же из команды, соответственно, какая страна будет победителем, то есть чемпионом Европы по футболу. К сожалению, он на последнем фактическом этапе ошибся и поэтому вызвал критику и самые разные отклики негативные со стороны поклонников футбола. Но, наверное, это не совсем правильно. Кальмар, наверное, думающий существо, но не настолько как человек. Да, но, тем не менее, у него присутствуют такие функции когнитивные, которые он может использовать для того, чтобы добиваться своих целей. Кальмары это очень умные животные подводного мира и поэтому здесь как раз автор пытался объединить вот эти возможности животного мира и их отличия от нас как людей, потому что у нас они гораздо больше и мы их должны использовать, наверное, при чтении гораздо серьезнее, чем мы, например, читаем или электронную книгу или слушаем ее или, например, воспринимаем информацию только с экрана телефона или экрана телевизора. То есть чтение это очень важная составляющая нашей жизни, которая влияет очень серьезно на то, как мы думаем, то есть на наше развитие. Мозг работает по-другому, когда мы читаем бумажную книгу. Это доказано самыми разными учеными. Поэтому автор книги Мариана Вольф тоже как специалист призывает к чтению преимуществом бумажных книг. Понятно, что книги, бумажные, электронные, аудиокниги, это, наверное, выбор за читателем, что он предпочтет. Но мне, как сотруднику Московского Дума книги, приятно, конечно, когда покупатели, приходящие к нам в магазин, выбирают все-таки бумажные издания, может быть, более традиционные, более консервативные, но тем не менее вы это подержите в руках, наверное, увидите вот ту уникальность книги, которую, к сожалению, не всегда почувствуешь, когда покупаешь электронный контент. Первые, самостоятельно прочитанные, нередко производят на нас более сильное впечатление, чем любые другие. Особенно ярко это проявляется, если речь идет о книгах, написанных специально для юных и впечатлительных читателей, о таких же юных персонажах. Мудрых, сильных или склонных попадать в приключения. Цитата из книги. Если вы не любите читать, значит, вы просто не нашли свою книгу. Джоан Кэтлин Роулинг. Об этом также говорит и книга Марка Тигелара «Как читать, запоминать и никогда не забывать». Практическое пособие, которое рассчитано на 2-3 недели, но в течение этих 2-3 недель вы научитесь легко справляться с любым текстом, легко его запоминать, легко его потом воспроизводить в беседах со своими родственниками, коллегами, друзьями. То есть то, что вот опять-таки зависит от чтения, о том, как именно читать, а потом уже запоминать, это вот такая небольшая, но очень полезная книга. В современном мире практически все стали работниками интеллектуального труда. На работе вы оказываете услуги по передаче знаний. Вам платят за то, что вы отвечаете на вопросы, высказываете свое мнение и даете советы, решаете проблемы, делаете выбор или учите других. Прежде чем продать знания, их нужно получить путем анализа информации, прочитать электронные письма, протоколы собраний, отчеты, посетить встречи, послушать презентации. Все это позволит сформировать собственное мнение. Эти действия подчинены одной цели. Вы должны быть в состоянии эту информацию воспроизвести. Ваши успехи будут весьма скромны, если вы окажетесь не в состоянии обсудить или представить другим прочитанное. Предположим, что вы решили с этого момента больше ничего не читать. Что произойдет? Как это повлияет на вашу работу или учебу? Представьте, что врач перестал читать. Уже через несколько месяцев он вряд ли будет способен полноценно выполнять свою работу. Вы бы хотели, чтобы операцию вам делал хирург, незнакомый с современными методами и техниками. Предполагаю, вряд ли в вашей или любой другой сфере деятельности ситуация будет иной. Если с этого момента вы перестанете читать электронные письма, отчеты или протоколы собраний, то столкнетесь с серьезной проблемой. Важная информация окажется упущенной. Вы не сможете поддерживать свои знания в актуальном состоянии. И это повысит риск принятия неправильных решений. Удивительно, но в каком-то смысле это с нами часто происходит уже сейчас. Итак, друзья, я советую всем обратить внимание на эти книги. Давайте читать книги вместе. Приходите в Московский дом книги. Мы найдем еще много интересного для вас. Именно для вас. Спасибо большое.